Армения должна выполнить три основные требования Анкары, для установления отношений. Об этом сказал, секретарь посольства Турции в Азербайджане Хусейн Алтеналан. Для установления отношений с Турцией, Армения в первую очередь должна освободить оккупированный Нагорный Карабах, прилегающие азербайджанские районы. Далее, не претендовать на турецкие земли, а также, отказаться от своих претензий по поводу событий 1915 года. В 1991 году, когда Армения приобрела независимость, Турция хотела начать дипломатические отношения с этой страной, но для начала дипломатических отношений было предусмотрено решение существующих проблем с Арменией, что Анкара всегда подчеркивала. В настоящее время, исконная азербайджанская земля, Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана, находятся под оккупацией Армении. В первую очередь Армения, должна безоговорочно освободить оккупированные земли Азербайджана. Алтеналан отметил, что Турция не может установить отношения со страной, которая, к тому же, не признает ее государственные границы. Известный факт, что Армения претендует на турецкие земли. Как известно, современные границы Турции и Армении, были установлены в 1921 году в рамках Московского и Карского соглашений, и в связи с этим, все территориальные притязания Армении к Турции являются безосновательными и абсурдными. Касательно событий 1915 года, Алтеналан отметил, что Армения препятствует открытию своих архивов, и, несмотря на призывы Анкары о создании комиссии историков для расследования событий 1915 года, отвергает эту идею. Турция не является стороной, какого-либо международного договора о выплате компенсаций депортированным лицам. Армяне не должны политизировать исторические события, а политики – применять решения, исходя из исторических событий. До тех пор, пока Армения не освободит оккупированный Нагорный Карабах, прилегающие районы, и не откажется от своих претензий по отношению к Турции, невозможно установить отношения с этой страной, сказал дипломат. Субтитры создавал DimaTorzok